Девочка-пай 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 Здравствуйте, уважаемые товарищи, здравствуйте, уважаемые жители Держинска и гости этого прекрасного города, рожденного красным проектом, рожденного СССР. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить день рождения нашей Родины, который мы отмечаем в 90-й раз. 90 лет назад образовалась наша Родина, Союз Советских Социалистических Республик. Я рад, что есть неравнодушные люди, которые собрались в этом зале отметить это событие. По первому же взгляду видно, что в наших рядах есть и ветераны, и совсем молодые люди, и даже дети. Это радует, это говорит о преемственности поколений. И первое слово, которое я бы хотел сказать, это слово благодарности Коммунистической партии Российской Федерации, которая в непростые для себя и для страны года сохранила вот эту искру, искру любви к коммунистическому красному проекту, искру любви к нашей Родине, к нашей истории, которую мы стремимся защищать вместе с ними. И поэтому первое слово, хотя и говорят, что наша организация в суть времени якобы сектанская и направлена специально против КПРФ, вот чтобы это опровергнуть, мы приглашаем на сцену специально приглашенных представителей от обкома Коммунистической партии Российской Федерации Нижнего Новгорода. Есть кто-нибудь? А из Держинского к обкому никто не подошел? Пожалуйста, можно. Поднимайтесь, пожалуйста, не бойтесь. Сюда поднимайтесь, скажите, пожалуйста, слово. Пожалуйста. Вы Александр Федорович Вагин, да? Пожалуйста, подходите. Смоленцев Валентин Николаевич, слушай. Товарищи, мы начнем с этого слова, с этого обращения, которое нам, как сказано, почти в гимне Советского Союза дороже всех других красивых слов. Друзья, товарищи, единомышленники, всегда меня, участник Великой Отечественной войны, принимавшего присягу Великому Советскому Союзу, как Союзу дружбы народов бывшей Царской империи в новом историческом геополитическом облике. Я всегда сокрушаюсь, почему на такой зов, посвященный 90-летию Советского Союза, появляется, поверните голову назад, так мало людей. Что мы, Иваны, не помнящие родства, нет, либо мы обмельчали, либо мы многое забыли. А нам помнится все. И то, что на знамени были серп и молод, союз рабочих и крестьян, что на знамени и на гербе был, особенно на гербе, одобренным Лениным, был именно союз Советских Социалистических Республик, обрабляющий серп и молод и сноб, как благо нашей будущей жизни. Мы помним, сколько было у нас врагов. Мы помним, с каким мужеством поднимался наш народ на строительство новой жизни. Как благодаря патриотам нашего народа, а народ был в массе своей патриотом, создавался уникальнейший город на территории РСФЦР, Первой Союзной Республики, возникшей после Аркадской революции. Создавался уникальнейший город с именем Дзержинск. Разве это не так, товарищи? Это ведь так! Врагов у нас было сколько угодно, дружба народов, но народная политика Коммунистической партии вела нас к добру, к жизни, про которую мы говорили, живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей. Мы одолели злейших врагов человечества, гитлеровцев. Разве это не гордость всех народов Советского Союза? Разве по этому поводу нельзя или можно воздержаться от каких-то добрых слов? Враги окружают нас и сегодня. Они есть и среди нас. Они разрушили народную советскую власть. Они прикарманили те богатства, которые принадлежали и должны принадлежать нашему народу. Разве это не истина? Товарищи, спрашиваю. Разве это не истина? Истина! И я, помятуя присягу Советскому Союзу, со школьной схемеи, усвоив все перипетии борьбы за советскую власть, начиная с победоносной Автямской революции, мобилизую вас сейчас исполнить песню, которую, насколько я знаю, помнят еще с Октябрьской революции все от юного до взрослого возраста. Жаль, что нет аккомпаниатора, или появится аккомпаниатор. Мы поем их больше. Поэтому мне дано обещание спеть ее позднее. Подчиняюсь рекламенту нашего торжественного заседания. Спасибо! Спасибо огромным лучшим ветеранам, которые, как мы видим, до сих пор в строю и готовы закрыть любые бреши, хоть в выступлении, хоть в нашей жизни. Пока живы наши ветераны, будет жив и Советский Союз. Он будет жить не только в наших сердцах, но и в нормальных делах. Спасибо вам большое за выступление. Аплодисменты, Малексеву на днях исполнено 90 лет. Ура, товарищи! Он ровесник нашего государства. Аплодисменты, Михаил Николаевич, русский секретарь, Из-под Угома Дзержинского совета трудящихся, депутатов трудящихся, народных депутатов, в общем-то, объявил то, что я хотел передвигать, чтобы не удивлять никого. Но, сказать поправнее, родился 30 октября 1922 года, за два месяца до заключения договора о Советском Союзе. Мне бы хотелось кратко подвести еще вот такой итог, что эти люди вынесли страшную ножу, отстояв нашу страну в Великой Отечественной войне, самым страшным врагом, который знало человечество в схватке с фашистом. И им выпала тяжелая доля пережить распад нашего гуманистического государства, и все-таки они занимают активную жительную позицию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, не надо думать о секундах с высока. Именно из них состоит наша жизнь. Надо готовиться, пока есть спокойное время. Но время тревожно, и все вы смотрите выпуски новостей, и все вы видите, что вокруг нас сгущается. Поэтому необходимо думать о том, что мгновения наступают внезапно. Точно так же, как наступают мгновения смерти. И о том, какова человеческая жизнь, лучше всего знают, конечно, православные священники. И сегодня на трибуне мы представляем слово необычного, может быть, для коммунистического собрания человеку. Сейчас на сцену приглашается отец Сергий, настоятель храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери. Он скажет тоже несколько слов о нашей общей родине, о СССР. И здесь тоже перекидывается такая мысленная планка в годы Великой Отечественной войны, когда коммунистическая партия так же повернулась лицом к Русской Православной Церкви. А Русская Православная Церковь всегда занимала патриотическую позицию и лучше всего это провелось в годы Великой Отечественной войны. Пожалуйста, приглашаем вас к ним. Когда меня Отец Андреевич пригласил на мероприятие, посвященное 90-летию, я с удовольствием откликнулся на эту просьбу, но для меня действительно было неведомо, что это мероприятие проводится под единой коммунистов. И я был несколько даже в замешательстве, стоит ли мне оставаться. Потом посмотрел на людей, посмотрел, кто сидит в зале. Я увидел дорогие и родные лица. Я увидел тех, с которыми сидел задним столом, был на городских праздниках, находился на общественных заседаниях, где мы были озабочены, озадачены и решали различные проблемы нашего города. И я бы считал себя не вправе покинуть этих людей. Многое из того, что я слышал, для меня не ново. А с чем-то я вовсе не согласен. Но ведь мы с вами разные, и каждый имеет свою какую-то позицию, точку зрения. Тем более, эти точки, на один предмет глядя, никогда не будут одинаковые. Я сделаю шаг влево, и уже ракурс, тем более, шаг вправо, совсем другое. Вижу справа. И вот я стоял, слушал там наверху, и думал, что же я вам скажу, дорогие мои? Я, человек вдвое моложе вас. Вам, которые прошли огонь, водной и медной трубой. Конечно, настальгировать по поводу СССР я не буду. Но я не могу не сказать о том, что это действительно моя родина. Я родился в СССР. И многое из того, что я получил в образовании, в социальной политике, как мы говорим, дала мне моя советская родина. Вот сегодня мы, как бы с вами, находимся в новых исторических реалиях. А что изменилось? А ничего. Ничего не изменилось. Потому что не меняется сам человек. Мне очень было отрадно слышать, что об этом сегодня говорили молодые коммунисты. о проблеме человека. И, конечно, это прекрасная идея, что человек изменится и устремится ввысь. Она многих увлекает. И увлекала. Но кто мне скажет, а что за инструмент будет для изменения человека? Какой это инструментарий набор опций, как бы сказать сейчас, мозги компьютерные? За счет чего будет меняться человек? И в какую сторону? И на каких принципах? Я, будучи уже на сегодняшний день священник, понял одно, что перемена ума произойдет только лишь от того, захочет ли этот человек. И ради чего он захочет. Идеал, каждый выбирает себе сам, и будет меняться под этот идеал. Я избрал Христа. И самое интересное, я хочу, чтобы вы это знали, что от того, что я ухожу работать в церкви, как тогда это так называлось, на партии собраний, где меня должны были принять члены коммунистической партии Северного Союза. Я год носил кандидатский стаж и закончил школу партии. А как же? Ведь тебя готовят по лестнице административной, а без членов партии тут ничего не получится. Иди, сынок. И я благодарен. Вот здесь я учился. Тому году, когда я углубленно занялся изучением истории партии. И время так повернулось, что мне не было выбора подумать и готовить на узел. А вот так неожиданно сразу. Сегодня будет собрание. И ты сегодня уже принимаешься. А никто не знает, что я уже хожу в церковь, что у меня возникли поменялись. И вот мое. Час Х, как хотите называйте, а может быть, кое-кому в поле. Степливо убежать, это не для меня. И встав, будучи кандидатом в Северном КПСС, я благорел всех присутствующих и сказал своему решению. Для многих это был шок. Я песен не писал уж много лет, но это время прожил год за годом. И на моих глазах случалось столько бед с обманутым моим народом. Обманут был и я, так что ж с тобой? На князе не надейся, не спасешься. однако же не понял одного, куда ж вернусь на тройке донесешься. Ответа нет до сей пор его. Пора бы отделить зерно от плевел, но мечется измученный народ от тех, кто справа и от тех, кто слева. Я папа с ней люблю, не лею ложь. Ему сопутствуют в речах, в луках, да только в сердце ощущаю дрожь. Когда кресты я вижу на церковных главах, и в горле ком стоит, и фразы лишние, а что ему сказать? Да, Господи, помилуй, ведь перед образом Христа теряешь мысли, обретаешь вновь утраченные силы. Ведь перед образом Христа теряешь мысли, но обретаешь вновь утраченные силы. Ко мне часто приходят люди с проблемой прошлого. Кого-то оставил муж, ушел другой, предал. Кого-то оставила жена, ушла к другому, предала. Кого-то бросили дети, предали. Кто-то бросил детей, предал. И преданный человек, как странно звучит, преданный преданный человек, приходит и говорит, а что мне делать? Как мне дальше жить? И мы сейчас с вами в такой же ситуации. Каждый из нас кем-то предан. От маленьких понятий, как личное предательство близких, так и глобальных, государство предало. Что же нам делать? Как жить дальше? И я выработал один ролик, такой рецептик, он на все случаи жизни. Не я его придумал, просто я его употребляю. Восточная мудрость. Когда человек падает с вершины, важно, как он падает. Если он падает, глядя туда, откуда он упал, он упадет на спину и сломает себе хребет. А если он будет падать, глядя, куда упасть, он упадет на ноги отряхнется и пойдет дальше. Нельзя войти в одну воду дважды. И нам с вами это не удастся. Но то, что было у нас в прошлом, в этой стране, которую мы называем Союз Советских Соцветических Республик, много того, что нам бы надо было взять оттуда. Не поступать безрассудно, как и поступили в свое время весь мир насилия мы разрушим до основания. А потом ходили, искали спецов среди царских работников. Как и сегодня. Разрушили все до основания. И даже какой будущий человек, мы не принимаем понятия. Кого мы воспитываем? Банкира? Рекетира? Нету общей идеи, какой же должен быть человек, населяющий эту землю. Вчера это была Святая Русь, потом Царская Империя, потом Советский Союз, сегодня Российская Федерация. И это родина уже новых людей. И они говорят, нашей родине 20 лет, вашей нашей 90. А родине моего деда который был ровесником Владимира Шалейна, было гораздо больше. Она насчитывала тысячелетия, столетия. Нам нужно думать о том, что нас объединяет, а не что с неба должен Бог родиться. На землице русской, где свяда водится путь спасения шкурский, где погосты площадь, чистая поле, храмы, конь рожают бабы. А на картах дамы, где шагают в омут от доски зеленой, где железом правду жду всегда каленым. Счастье лишь минута, а лекарство горько, если слышишь смута, значит правит борька. с головой бросаться в драму нету смысла, сил нет огрызаться и на сердце кисло. Положив на душу крест животворящий, может быть, не срушу и в котел кипящей жизни поколянной прыгну обновиться, чтоб душою в небо птицы устремиться. Должен Бог родиться на земле с Русией, где свято водиться пути спасенья Руси. АПЛОДИСМЕНТОМ Я оформлял своего деда Бог был священник, а сын его членом союза или общества знания и читал лекции по научному атеизму. Это мой папа Дмитрий Иванович Муратов. Здесь есть люди, которые его прекрасно помнят. Благодаря его книжкам по научному атеизму я и узнал о Боге впервые оттуда. Слава тебе, Господи! Хоть так можно было узнать о Боге в мое детство. И вот сейчас может быть так ничего не сказав никаких поздравительных слов я хочу спеть еще одну песню. Это будет в общем-то моим поздравлением скорее всего таким творчеством. История наша гораздо больше насчитывает времени чем 90, 20 или тысячи лет. Сейчас очень много людей обращаются к истории и дохристианской эпохи, истории славянских народов, которые населяли эту землю. И очень много споров идет, а кто же мы, откуда мы. К сожалению, есть люди, которые манипулируют этими историческими сведениями и хотят нас разделить. Разделить. Другой целей нет. Какими бы лозунгами это не приукрашивалось, если это идет на разделение нас, значит, это опасная тенденция для нашего общества. О России много говорить не надо, что о ней просит говорить. Вот даже дубрат до листопада, чтоб по желтым листьям походить, может, скажет, кто нашел забаву. Вот в Китае лист еще желтей, нет, ты подавай ему дубраву, проще избереть и скорее в речке безо мне, что помню с детства и забросить удочку с моста. В церковку зайти, чтоб по соседству приложиться к образу Христа. Подавай, не подавай, не скоро окажусь у родных ворот, только я вряд ли слезы скрою. На пороге дома, где живет дух отеческой любви и нежность мамы, братья смех и детская возня, мощные окон дедовских храмы, сколько ж лет все было без меня. Господи, дай время возможность прикоснуться к ангелам в саду, я к ним соблютая осторожность, с умиленым сердцем подаю, чтоб калитки скрип их не встревожил, я ее тихонько отворю, только дай всемилостивый Боже вновь увидеть Родину и Зарю, о России много говорить не надо, что о ней России говорить. Кто-то ищет земли Эльдорадо, нам же брать Россию нужно жить. Кто-то ищет земли Эльдорадо, нам же брать Россию можно жить. Продолжение земляки, желаю вам доброго здоровья, чудесного и душевного равновесия в наше непростое, но очень интересное время. Храню вас Господь и Матерь Божий. В семье, в истории его семьи, в истории его родителей и дедов были непростые времена. И у многих наши предки были репрессированы, в том числе и у меня. И главное, что мы не должны допустить, и эта мысль прозвучала, мне кажется, тоже у отца Сергия, это не допустить войны с историей, не допустить войны с собой, когда мы говорим, что России только 20 лет, или только 90, или только 400, или только 800. Нет, Россия, она вечная, и не случайно она задумывалась, очевидно, по некому промыслу Божьему, как некий катехон, удержатель от мирового зла.